Добрый день, уважаемые коллеги! У нас очень важный, очень ответственный и очень приятный повод. Мы открываем наш новый проект с одним из самых известных российских ученых, исследователей, философов Петром Георгиевичем Щедровицким. Мы открываем цикл лекций, посвященных переосмыслению современных педагогических практик в условиях четвертой промышленной революции и трансформации университетов в новую цифровую эпоху. И для нас очень важно, то есть мы 4 года назад начали все с публичной лекции Петра Георгиевича. И сейчас, учитывая вот тот практик, тот опыт и те технологии, которые накоплены за этот период, сформировать на базе наших приоритетных направлений, на базе наших ключевых управленческих проект, новые драйверы развития, новые проекты, которые позволят нам и органично трансформировать университет, его среду, его культуру и сформировать в соответствии с новыми требованиями нашего общества новую, прогрессивную, адаптивную, динамично развивающуюся научно-образовательную структуру. Поэтому, уважаемый Петр Георгиевич, Вам слово. Спасибо. А тут вот такой, да, специфический красный стул, но, наверное, да, я Вас плохо вижу. Буду отвечать на вопросы только первых двух рядов. И прежде всего я хочу продолжить прорисовку контекста нашего взаимодействия, потому что это очень важно. Мы заслушали в первой половине дня 12 проектных инициатив, которые разворачиваются в Казанском университете, для того, чтобы я сумел за несколько следующих месяцев вместе с Вами навести фокус рассмотрения. Потому что особенно для таких длинных курсов, а мы предполагаем, что этот курс будет идти полтора года, осень и потом весь следующий год, очень важно, чтобы все участники, и я, и вы, как слушатели, удерживали смысл того, что я буду Вам рассказывать, в применении приложений к тому, чем Вы занимаетесь. Если такой смысл по каким-то причинам начнет исчезать, то эффективность нашей коммуникации резко понизится, и Вам все время будет приходить на ум вопрос, а зачем мне это нужно. А я, чувствуя, что немножко промахиваюсь, тоже буду переживать, и мне придется несколько раз возвращаться к восстановлению рамок, что снизит общий темп работы. Итак, то, что я буду Вам сегодня рассказывать, это первое приближение. То есть, то, что я могу сказать на старте, как я вижу этот курс в январе 2020 года, и, безусловно, в мае, когда мы будем встречаться второй раз, я буду видеть его уже чуть-чуть иначе, а в октябре, когда я начну читать, скорее всего, наполовину содержание этой программы поменяется с учетом Ваших вопросов и в ориентации на Ваши проекты. Поэтому прошу максимально задавать вопросы, оппонировать мне, высказывать какие-то суждения с тем, чтобы мы, как я уже сказал, более четко навели фокус, фокусировку дальнейшего рассмотрения. Два вступительных замечания. Значит, первое замечание состоит в том, что я являюсь представителем определенной философско-металлогической школы. Эта школа возникла в Советском Союзе в начале 50-х годов. И с начала 60-х годов ее бессменным лидером был мой отец Георгий Петрович Щедровицкий. Всем, кто интересуется, можно набрать в интернете фамилию. И вы увидите там достаточно большую подборку материалов. И, может быть, что-то из этих материалов вас заинтересует, и вы начнете это читать с тем, чтобы понимать историю формирования тех представлений, о которых я буду вам, или исходя из которых я буду вам все остальное рассказывать. Если говорить в двух словах, то это школа, которая называется «Система деятельностная» или «Система мыследеятельностная методология». Школа занималась исследованиями деятельности и мышления, а подходила к вопросам исследования деятельности и мышления системно, с точки зрения системного подхода, тем более, что многие из вас знают, что системный подход формировался во второй половине XX века очень интенсивно и использовался в совершенно разных областях. От инженерных практик до, собственно, анализа процессов сознания, мышления, управленческих процессов и так далее и тому подобное. Второй момент заключается в том, что я, представляя собой, ну, грубо, второе поколение этой школы, мой отец родился 23 февраля 1929 года, как я недавно пошутил, ровно в тот день, в какой Эдмунд Гуссер прочел в Париже свою первую лекцию, в последующем получившую название «Картесианских размышлений». И я родился в 1958 году, мне, соответственно, чуть больше 60 лет, моим учителям 90 и 80, то есть предыдущему поколению школы. И поэтому, если говорить о моей глубинной мотивации сотрудничества с университетом, она заключается в том, чтобы здесь, возможно, возникла какая-то лаборатория или группа, которая будет развивать этот подход, но в ней будут работать те, кому сейчас 40, а может быть, те, кому сейчас 20, понимая, что есть дальнейшая перспектива этой школы. Я давно занимаюсь педагогическими практиками, у меня базовое профессиональное педагогическое образование. Я заканчивал факультет педагогики и психологии Ленинского педагогического института. Вообще, первый набор новой программы. Кафедру, на которую я пришел в тот момент, буквально за год до нашего появления, возглавил Николай Евгеньевич Веракса. И я рос вместе с этим факультетом. Вообще, я считаю, что когда что-то создается вновь, какой-то проект, то это оказывает огромное влияние на студентов, которые участвуют в таком героическом этапе становления факультета, специализации, центра, программы. Вот, скажем, очень люблю работать с первыми выпускниками высшей школы экономики. Очень интересно работать в атомной отрасли с теми, кто создавал первые экспериментальные установки, потому что они очень креативные ребята. А потом, когда приходит второе поколение, третье поколение, и они не имели отношения к созданию, то уровень, так сказать, этой энергии, он, очевидно, падает. Вы видите здесь вот эту лесенку. Ну, последние 5-6 лет я занимаюсь прежде всего проблематикой формирования новых компетенций для условно новой промышленной революции. С нумерацией, если надо, потом разберемся. Я пользуюсь метафорой Ривкина. Я говорю о третьей промышленной революции, кто-то говорит о четвертой. Но важно, что она стучится в дверь и действительно меняет требования к сквозным компетенциям, которые пронизывают всю структуру рынка труда. Вот это очень важно. Сквозным компетенциям. Не тем, который формирует какой-нибудь один корпоративный университет или какой-нибудь центр подготовки, переподготовки кадров при каком-нибудь ВУЗе, значит, или какой-нибудь корпорации, а именно то, что пронизывает весь рынок труда. Значит, если у нас сейчас там, не знаю, 70 миллионов человек на рынке труда, значит, каждый десятый, как минимум, должен обладать этими компетенциями. Я являюсь советником по стратегии в организации, которая называется Российский офис программы подготовки рабочих профессий WorldSkills. В августе здесь у вас мы праздновали, на мой взгляд, удивительные результаты. шестилетней программы, когда мы с 78-го места поднялись на второе. И мне кажется, это любопытно. Это любопытно, прежде всего, даже не потому, что ребята получили какие-то медали, а потому что мы продемонстрировали, что такой ускоренный метод подготовки может воспроизводиться. Наверное, не все вы знаете, что если проучаствовал в соревнованиях WorldSkills, ты больше не можешь участвовать. Это не Олимпиада. Ты уходишь, приходят новые. И на этих новых воспроизводятся результаты. Понятно, что кое-кто из этих новых участвовал в соревнованиях предыдущих. Мы же выбираем не из пустого места. Но шесть лет назад приходилось выбирать из пустого места. Итак, результаты воспроизводимы, и они достигают самых высоких мировых уровней. И параллельно у меня еще есть две педагогических нагрузки. У меня есть кафедра в МИФИ, которую я создал, когда ушел из Росатома. Это кафедра по подготовке системных инженеров. Тоже довольно любопытная сквозная компетенция. То есть, раньше в Советском Союзе это называлось ГИПы. Главный инженер проектов. И третий момент. Я четыре года тому назад дал согласие Томскому университету и возглавил там центр, который так хитро называется, перспективных исследований в области общественных и когнитивных наук. Это, собственно, зона моего опыта. Хотя, как я уже сказал, 45 лет я занимаюсь в том или ином объеме образовательными проектами. Есть ли здесь вопросы? Итак, мои основания и мой опыт. Если возникнут, спрашивайте. У вас есть возможность узнать сегодня все. У меня будет три тезиса. Первый тезис звучит так. За последние 150 лет произошла фундаментальная смена парадигмы самой педагогической практики. Если вы возьмете работы Иоганна Фридриха Герберта, вы видите на этом слайде, собственно, годы его жизни. Наверное, вы догадываетесь, что его философия и его дидактика была востребована прусским государством в момент его становления. Можете положить перед собой параллельно два процесса. Ну, процесс формирования вашего университета и процесс формирования европейской системы массовой подготовки, массового образования. Как вы понимаете, связь между немецкой системой и российской очень тесная. И вот один из историков и аналитиков пишет о философии и педагогике Герберта. Ребенка, пишет он, в соответствии с концепцией Герберта, надлежит сделать до такой степени безвольным, его волю необходимо настолько обрабатывать, размягчать, чтобы он благодаря этому стал податливым и восприимчивым сосудом для впитания в себя тех премудростей и спасительных истин, которыми воспитателем заблагорассудится начинить его. Вот квинтэссенция подхода. Итак, учащийся не должен иметь ни собственной воли, ни собственных целей. Он не может ставить перед учебным процессом соответствующих задач, кроме тех, которые ставит воспитатель или организатор педагогического процесса, если мы видим еще тесную связь между организаторами педагогического процесса и политической системой. Мы же с вами не сбрасываем со счетов в том, что ключевым заказчиком на систему педагогических практик является становящейся или ставшая государственность и социально-политический режим в целом. А ребенок, ну или подросток, или взрослый, если он приходит в систему высшей школы, он должен впитать в себя эти премудрости и спасительные истины. Вы скажете, ну карикатура? Я говорю, да нет. Вот возьмите педагогический словарь, изданный в начале 21 века для педагогов. Написано, объект педагогического воздействия в классической образовательной парадигме ученик, исполняющий указания учителя. Преподавателя, в скобках, для тех, кто не понял, слушание лекции, выполнение заданий, решение задачи, который занимает ответную позицию и не имеет реальных возможностей для собственных целей полагания и целей реализации в процессе обучения, запятая, обучаемый. Вся наша практика так организована. Боюсь, что 90% из вас на словах признавая за учащимся некоторые естественные права личности при работе с собственными детьми их нарушает. Ну, только честно. Покрутите в голове все это. Вот у меня 9 детей. Когда у меня были старшие, я нарушал их права на цели полагания и цели реализации. Потому что мне казалось в тот момент, что я знаю, что им нужно. Ну, я же опытный, а они нет. Я успешный в жизни, а они еще ничего не показали. Очень трудно воспринять вот этот взгляд на нас самих и на наши практики. Потому что, конечно, мы все, когда мы разговариваем, не действуем, а разговариваем, мы всегда используем совершенно другие термины. Мы говорим о свободе, самоопределении, личности и так далее, и тому подобное. Только 100 лет назад наш с вами соотечественник, великий философ и педагог Сергей Иосифович Гессон говорит, вообще-то тезис, что педагогический процесс передает знания, ошибочный. Никаких знаний мы ни в каком педагогическом процессе не передаем. Мы передаем сведения. А знания могут возникнуть только в том случае, если учащийся сам что-то делает. А чтобы что-то делать самому, он должен иметь не сведения, а метод. поэтому учить надо методом. Делать учащиеся должны все сами. И если они что-то делают в учебном процессе, у них могут появиться знания. А могут не появиться. Эта работа, ну, грубо говоря, ей там сто лет. Ну, а там первые статьи раньше, последние, чуть позже. Наверное, вы догадываетесь, что часть своей жизни этот человек провел вне России. вот можно сказать, что в нашей отечественной традиции, если не брать Льва Толстого, то это тот человек, который стоял у истоков новой педагогической парадигмы, новой антологии педагогического процесса. Антология – это раздел философии, который рассказывает, как устроен мир на самом деле. Можно сказать, новой рабочей антологии. Картины мира педагогов. И эта картина мира складывается очень медленно. За последние 150 лет она сложилась в основных чертах, но не является массовой. То есть, массовая школа или массовая педагогическая практика остается в основе своей гербарти... Как правильно сказать? Гербартианской. То есть, исходящей из того, что у педагога есть право на монополию высказывания, речи, знания. А учащийся – это подручный материал, который нужно слепить и переформатировать в заданных заданных социально-экономических и социально-политических координатах. Каков первый шаг становления этой антологии? Новой, другой. Первый шаг заключается в том, что разделяются и противопоставляются друг другу два процесса – обучение и учение. Поднимите руку, кто заканчивал педагогические вузы или проходил... Вот смотрите, там есть такая идея, что педагогическая деятельность задается тремя компонентами. Целями, содержанием обучения и смелее, конечно, методикой или формами организации учебного процесса. Это неправильно. Это ложная концепция. Какими целями? Чьими? Ну, чьими целями? Если речь идет о целях педагога, то там нет учащегося. А кто вам сказал, что цели учащегося и цели педагога совпадают? А если у них разные цели, то как с этим быть? Чьи цели главнее или не главнее? и как они координируются? А содержание, оно же по этимологии русского слова со, совместное держание чего-либо. Поэтому не может быть на полюсе педагога содержание. У него какое-то держание чего-то, что он там пытается передать почему-то в той или иной организационной форме. Пока это не взято, не усвоено, не присвоено вторым участникам, никакого содержания нет. Итак, два процесса. И самое интересное, что любой из вас, кто ведет практическую работу, прекрасно знают, что результативность педагогического процесса определена не процессом обучения, а процессом учения. В одной и той же аудитории сидят совершенно разные дети, они слушают одно и то же, проходят одну и ту же программу, одни учатся, другие не учатся. Одни усваивают больше, другие усваивают меньше. Это же очевидно на уровне здравого смысла. Наверняка у вас есть разные способы определения результативности обучения. Да? Оцениваете же? Результативность обучения оцениваете? Ну, смелее, кивайте головой, я же знаю, что оцениваете. Методики есть разные оценки, министерство заставляет оценивать. У обучения не может быть результативности. Это частный процесс. Он ничего не определяет. Результативность может быть только у той деятельности, которую в этих условиях лучших или худших, одинаковых или разных осуществляет ученик. Он учится. И у учения может быть хороший результат и плохой результат. эффективность целиком и полностью зависит от того, какую работу проделывает ученик в ходе учебного процесса или за его пределами. учебного процесса я не знаю, наверняка многие из вас знакомы с практикой вальзольской педагогики. в базовых программах, которые разрабатывались еще в конце 19-го, начале 20-го века, там был такой обязательный элемент. Перед тем, как идти на уроки, ребенок исполнял какую-нибудь короткую импровизацию на том или ином музыкальном инструменте. Ну вот у меня младшие дети, перед тем, как идти в школу, кто-то на барабане, кто-то на флейте. Почему? А? Почему? Какая задача решается? Никогда не пробовали по утру 7 минут на флейте, нет? Поднимите руку, кто пробовал. Заседям не нравится. А у нас отдельно стоящий дом. Потому что они настраиваются, сосредотачиваются. Почему урок в японской школе идет 7 минут? Потому что вы не способны быть внимательными 45 минут. Вот кто-то может заснуть уже на первой лекции. И это нормально. Так устроена человеческая психика. Она не держит длинных периодов. 7 минут, ну и дальше играть. Или там бегать. Или еще что-то. Особенно в младших классах. В старших то же самое. В тот момент, когда студенты на ваших лекциях сидят и значит вот там 7 минут это у тренированных. А у нетренированных 3. А потом надо срочно залезть в телефон и посмотреть. Вдруг тебя уволили. Если ты чиновник это сейчас важно. Есть исследования, если вы не верите. Топ менеджеров крупных компаний. Время сосредоточения 8 минут. Если в течение 8 минут секретарь вам что-то не сообщил или вы кому-то не позвонили, у них начинается мандраж. Итак, как организован процесс учения? Насколько ребенок сосредоточен, чтобы что-либо усваивать? В том числе извлекать из этого микроопыта знания? Это очень сложно. Еще раз основной тезис. новой педагогической картине мира и новой интерпретации учебного процесса всего-навсего 150 лет. Я уже сказал о Толстом, но, как вы понимаете, к тому, что он делал, все относились как к значит блаже богатого человека, который крестьянских детей чему-то там пытался учить. Потом возникает несколько экспериментов. Здесь годы рождения, здесь не годы работы, все годы работы, естественно, сдвинуты. То есть и Дюи, и Монте-Сори, и Штайнер, все работать начали на рубеже 20 века. Кстати, наверное, вы знаете, что школа Монте-Сори это та школа, в которую отдавали необучаемых детей. Вдумайтесь в это. Их нормальная педагогическая практика выбрасывала, их отдавали в дом ребенка, Мария Монте-Сори применяла другие методы, и вдруг выяснялось, что да нет, обучаемые, более того, демонстрируют очень интересный результат. А Лев Семенович Выгодский, собственно, кафедру которого я заканчивал, он ее создал в 20-е годы в педагогическом институте, и она какое-то время там жила сама по себе, потом получила новое рождение. Он делал следующее, он перед коллективом педагогов выводил слепо-глухо-немых и демонстрировал, чему их научили с помощью новых методик, другого способа организации учебного процесса. А потом поворачивался к залу, был человек, он такой рисковатый, он говорил, а теперь сами подумайте, что вы делаете с нормальными детьми. Если мы достигаем таких результатов на слепо-глухо-немых, то можете ли вы считать, что вы хорошо работаете с обычными детьми. А мой научный руководитель Василий Васильевич Давыдов начинал ученый-стовет с того, что он был человеком полный, штаны носил на подтяжках, он подтягивал так эти штаны и говорил, несмотря на все наши усилия, дети все-таки чему-то учатся. А мой товарищ Саша Аузан говорит еще грубее. Результативность обучения это плод неравной борьбы между бесконечными естественными возможностями человека и нашей системой подготовки образования. В рамках этой новой онтологической картины сделано очень мало. Мы гораздо больше не понимаем, чем понимаем. Гораздо больше не понимаем, чем понимаем. я задал условные границы наверху промышления. Вот сегодня одна из проектных групп ссылалась на знаменитую работу Эвальд Васильевича Ильенкова 1955 года выпуска «Школа должна учить мыслить». В прошлом году по моей инициативе мы провели большую конференцию по дидактике собственно вернувшись к этому тезису. Вопрос который я предложил поставить на повестку дня звучал приблизительно так. Школа должна учить мыслить знак вопроса. Что мы под этим имеем ввиду? Что такое мыслить? Вот как мы сейчас понимаем не в 1955 году а сейчас. Второе а должна ли школа учить мыслить? Может это слишком сильный замах? А если она должна учить мыслить? У нас вообще есть положительный опыт? Хоть один. Ну какая-нибудь школа учит мыслить? А если она учит, то насколько воспроизводим этот результат? Или случайный эффект образовательного процесса? Ну так случилось. Некоторые научились мыслить, а некоторые нет. а если это воспроизводимый результат, то насколько он может быть массовый? А как мы измеряем? Научился он мыслить или не научился? У нас есть критерий какой-нибудь? Вот этот умеет мыслить, не умеет мыслить. А какой? И я вам должен по секрету сказать, что в узком кругу тех, кто профессионально занимается этими вопросами, а мы там собрали всех. Нет единства в трактовке этих вопросов. Например, мой друг, товарищ Исаак Давыдович Фрумин, который был директором специальной школы подготовки к университету, потом он был работником университета, потом он был директором школы в городе Красноярске, потом он был представителем Всемирного банка и занимался вообще всеми образовательными процессами в Восточной Европе и так далее. Он сейчас, достигнув уже приличного возраста, он говорит, нет, не надо, это слишком сложно. Школа должна социализировать. В этом состоит ее функция, не надо браться не за свое дело. Я с уважением отношусь к его точке зрения, потому что всякого он больше работал в школе, чем я. У меня тоже своя маленькая школа, не знаю сколько, 300 человек. Я пытаюсь их научить мыслить, они в основном не хотят. Итак, что можно увидеть в этом пространстве, какие фрагменты мы понимаем. Первое, мы понимаем, что, конечно, если мы хотим учить мыслить, то все содержание, которое сегодня есть, не годится. Но давайте жестче. Предметные формы организации дисциплин мыслить не учат. Это не значит, что мы знаем как, но мы знаем, что это не учат. Вот курс психологии не учит психологии мыслить, психологически. А курс физики не учит мыслить физически. Мыслить физически не учит. Физики набору сведений, представлений, моделей, уже кем-то придуманных учат. Понимаете, есть мышление до, а есть мышление после. Вот кто-то помыслил, получил результат. Мы его систематизировали, организовали и как-то передали другому. Передачу опыта предыдущего поколения или предыдущих поколений новому поколению. Но это не значит, что мы его научили мысли и что он что-нибудь придумает в физике. Понимаете разницу? Он не станет великим физиком, так же, как при обучении математике, он скорее всего не станет великим математиком. Он будет знать, что придумали предшественники. Это разные вещи. второй момент. Мы чего-то понимаем про эту несчастную зону ближайшего развития. Французский термин, продуктивно развитый выгодским. И есть две трактовки. Первая трактовка индивидуалистическая, то есть зона ближайшего развития, то, что завтра начнет делать этот человек. Ну, вот как-то мы смотрим на него и говорим, нет, ты можешь больше. Ты уже вот это почти вот сейчас. А вторая коллективистическая. Выгодский говорил, зона ближайшего развития это то, что учащийся может делать вместе с другими, ну, например, вместе со взрослым, или вместе со своими товарищами, учениками, но не может пока делать сам. Вместе с другими может, а сам не может. Но это же вообще особая история с коллективной деятельностью. Согласны? Ведь многие из нас без других ничего делать не могут. Я думаю, в зале нет же человека, который думает, что он может один сделать лопату. Вот Робинзону Крузу не удалось. Выяснилось, что лопата это слишком сложный предмет, чтобы его сделать самостоятельно. надо как минимум металл где-то выплывить. Это не индивидуальная деятельность. Третий момент. Мы кое-что понимаем про индивидуальные образовательные траектории. То есть у нас уже сейчас благодаря Бигдате есть некая статистика вот этих траекторий. сейчас агентство стратегических инициатив упражняется цифровыми следами. И уже видно, что из точки А в точку Б переход вероятен, а из точки А в точке С невероятен. Без промежуточных остановочных пунктов. И наверное, когда все онлайн платформы учебные обнародуют свои данные о движении людей в контентно фокусированном педагогическом пространстве, мы кое-чего проймем и про индивидуальные траектории. А может быть не поймем. Хотя, конечно, друзья мои, ну это фантастика. Вот эти роботы, которые сейчас в Америке учат детей в детском саду, они же все помнят, в отличие от нас с вами. То есть, он точно помнит, как этот ребеночек что усваивал, как он себя вел. То есть, база данных, которые хранит робот об индивидуальных траекториях, порядково превосходит ту базу данных, которая хранится вот в этом аппарате. Может, они ближе к пониманию индивидуальных траекторий. А вы понимаете, что все онлайн платформы фиксируют ваше учебное поведение, если вы ими пользуетесь. Вот вы решаете задачу, как вы ее решаете, все фиксируется. Дальше в какой-то момент плохо у вас с решением, фиксируется. Потом вы бросили решать. Машина фиксирует, вы ушли на 5 минут, ну, на 10, в том случае, что пошли к офисе, сварили, вернулись и продолжаете решать. Или вы на день бросили. а если вы бросили на неделю-две, вы возвращаетесь к этой задаче с помощью тютера или нет. и все, все написано. Вот у меня один из детей так живет в такой онлайн-платформе, в школу не ходит, а значит, и все там. Вы знаете, удивительные там про него открытия есть. Все ходы записаны. Можно массу вещей про себя узнать. Третий момент. Мы кое-что чуть-чуть понимаем про то, как люди понимают. Потому что вообще-то люди ничего не понимают. Понимание очень сложная функция. Люди в основном узнают. То есть, они понимают только то, что они уже когда-то поняли в какой-то другой ситуации, может быть, не до конца, но у них гештальт какой-то сформировался. Вот если человек говорит про то же, что я уже на своем опыте, то это правильно. Хорош человек. Щедровицкий говорит то, что я уже давно думал. Молодец. А здесь он говорит не то, что я думаю. Дурак, просто еще не разобрался. Я дальше вам покажу, что в 20-е годы Пиаже провел комплекс исследований процессов детского понимания и пришел к удивительным выводам. А сегодня ребеночек читает условия текстовой задачи, пришел мальчик Вася, у него коробка конфет, конфет 20, как правильно разделить ее на 5 человек. Читает условия на русском языке и не понимает. А вы меня слушаете и не понимаете. Непонимание это массовый основной процесс. Понимание это очень сложная история. Кое-что мы понимаем про то, как организовать коллективы и группы, чтобы дети могли решать те задачи, которые они не умели делать индивидуально. И кое-что за 100 лет после того, как Дюи сказал, что всему надо учить в проектировании, в проектном методе. Вы понимаете, что это великое открытие 1890 года. Мы понимаем про проектный метод обучения. Кое-что. я с удовольствием с вашей помощью что-то сюда дополню. Чего мы еще понимаем за 100 прошедших лет. Какие будут вопросы? Супер! Давайте поставим только слово мотивация в кавычки. Ну, потому что мы не знаем, что такое мотивация, но мы называем этим термином некую ситуацию, при которой он активно учится. А если он этого не делает, мы говорим, он не мотивирован. Пускай объяснительная схемка, которая оправдывает отсутствие систематических результатов нашей работы. А что такое целеполагание? Целеполагание не индивидуальная функция. Важно. Целеполагание это не то, что принадлежит человеку имя рек. Целеполагание это то, что всегда возникает в ситуации взаимодействия. Вот, когда мне надо кого-то поставить в ситуацию, когда он что-то будет делать, я вместе с ним формулирую цели. Ну, в самом простом случае представление о отсроченных результатах нашей работы и о способе их достижения. Вы же, наверное, догадываетесь, что цель украсть картошку и цель вырастить картошку это разные цели. Или как? Ну, а вот некоторые говорят нет, потому что вот украсть или вырастить это типа не цель, а средство. А Кант говорил, да, а тут проблема, потому что есть вот специфика отношений между целями и средствами. Сложная извините за выражение диалектика. Не всякую цель можно достичь любыми средствами и наоборот. Не всякое средство может быть использовано при достижении цели, поскольку они друг на друга проецируют свое содержание. Это верно. Вот философы меня понимают в этой точке. Поэтому поставили пока в кавычках, ввели в поле мотивы, а дальше там даже вот была значит только что на наших обсуждениях ситуация один из участников мне сказал вот меня все время с братом сравнивали и мне младшего брата ставили в пример. Я говорю кардинальная педагогическая ошибка. Недопустимая. Если вы имея нескольких детей в семье сравниваете одного с другим и приводите одного в пример или наоборот говорите что вот так не надо делать, вы закладываете между ними зависть и ревность которые являются деструктивными. Ну сами можете прокрутить свой опыт. Часто ли вы так делали? Еще можете привести какой-нибудь пример его соученика. А вот Вася, а ты деструктивное педагогическое действие. Демотивирующее в вашем смысле. В вашем смысле, Марат, демотивирующее. Еще можно сказать педагоги как население. Это парадигма следующая. Мы взрослые, мы класс педагогов, которые уполномочены взрослым населением планеты отвечать за воспроизводство деятельности и трансляцию культуры, то есть достижение предыдущего человечества. Тебя, неофита, входящего в это общество, должны так организовать, чтобы ты дальше пропускаем усвоил достижение человечества. Вот так эта парадигма сидит у вас в голове. в целом помыслить можно другую систему. Давайте скажем о таком вопросе. А чем разница первая и вторая? Потому что когда мы обсуждаем, потому что что касается прадигма насилия, это понятно, конечно. Ничего не понятно. Ну, хорошо, нет, это мы зафиксируем с этим вопросом. Первый подход это прадигма насилия. Хорошо. А во втором... Это коллега сказал, я не употреблял термин насилия. Я знаю, даже знаю, почему, да, но... Секунду, меня коллега спросил, можно ли понять меня? Нет. Вот, можно ли понять меня не так, как я говорил, а по-другому? Как он понял? Смотрите, нет, это очень важно. Как он понял? А как он понял? Он понял, что первая парадигма это насилие. Я говорю, ну... Да, вот давайте, да, давайте. Все-таки вопрос был. В первой парадигме цели определяются педагогами, а учащимся не дают определять цели. Смотрите, чуть по-другому. Педагогическое сословие получает мандат от общества на определение краткой и среднесрочных целей, а долгосрочные цели общество отставляет за собой. Оно не всегда может это артикулировать. Вот, например, в одних случаях она говорит, что это новый человек коммунистического будущего, описывает как-то это и определяет. А в других случаях оно, ну, как-то, знаете, а куда мы идем? Пока вы поработаете. Получается, как можно тогда элиминировать элемент цереполагания педагога. Я же все равно как педагог ставлю какие-то цели и чего-то хочу добиваться. Это же все равно получается. А они у вас откуда взялись? Ну, неважно, я не общество или коллектив, я имею в виду, что... Ну, подождите. Вот, например, я как педагог считаю, что дети должны усваивать дисциплину, это основное. Поэтому, если он хочет пойти в туалет, он должен поднять руку, встать и публично сказать, можно выйти в туалет? А если он просто встал и пошел, то это неправильно, потому что нельзя покидать аудиторию. То есть, второй пример, это другая совершенно парадигма. Если человеку не нужно заявлять о том, что он хочет в туалет, нет. Нет. Вы хотите сложное понять через простое. Я пока вам говорю несколько другие моменты. Откуда у педагога появляются представления о целях? Почему он считает, что его представление о цели правильное, а цели родителей неправильные или цели ученика неправильные? Если учащийся приходит в университет, смотрит на программу и говорит, я не хочу этому учиться, он правильно поступает. То есть, во второй парадигме я как педагог не должен свои цели преследовать. Я не знаю, что вы должны. Вы сначала попробуйте рамку себе поставить. Отчего вы там должны или не должны? Кому вы должны? Есть заказ, есть там все правильно. Еще раз, коллеги, та педагогическая парадигма, которую условно придумал Гербард, не он один. В этом смысле я не хочу повесить все эти проблемы на одного человека. Эта педагогическая парадигма продолжает оставаться массовой основой педагогических практик. Иногда она это делает явно, неприкрыто, уверенно, а иногда стыдливо, скрываясь за вопросом, а как же безнасилие? И вы знаете, и у меня нет кардинального ответа на ваш вопрос. Меня иногда родители спрашивают, я редко общаюсь с родителями, потому что мой родительский опыт не референтен. То, что могу себе позволить я и тот опыт, который у меня есть, ну мало с кем я могу говорить, ну ты же понимаешь. Вот, но иногда у меня такая ситуация бывает, и вот меня там человек спрашивает, а как же, вот я его отвел на бокс, вот ему не хотелось, он хотел уйти, но я настоял на своем, и теперь он так доволен. Вот что мне ему сказать, ты не прав, или там, ты прав, я не могу, у меня нет рецепта. Но я могу вам сказать следующее, что совершенно точно любое наше действие по отношению к родившемуся и взрослеющему человеку, мы будем это с вами обсуждать, оставляет след. Особенно резко, на ранних стадиях. Вот, если ранжировать, то очень большое влияние оказывает внутри утробный период созревания. Ну, наверное, вы знаете, что если женщина болеет, то в зависимости того, на какой неделе и чем она болеет, у него будут потом дефекты со здоровьем. Второе, очень важное первые три года, и я вам хочу сказать так, у некоторых детей к 7-8, ну, у всех к 12, матрица характера полностью сформирована. После этого вы практически уже ничего не можете сделать, кроме того, что заложено в эту матрицу. Ваши последующие педагогические экзерсисы на путь этого человека почти не оказывают никакого влияния. А вот эти штучки, ну, узелки, которые там сплелись, они работают. И частично эти узелки сплетены вами. Но когда я говорю сплетены вами, я имею в виду не то, что вы сознательно что-то делали, а то, что вы что-то делали, и попав в определенную ситуацию, оно срабатывало. Есть, конечно, разные подходы в истории человечества по расплетению этих узелков. Самый известный наверняка, вам известен это психоанализ, который, собственно, построен на том, что какая-то небольшая часть этих узелков рассматривается как важная, и они ее там расплетают. Фрейд одним образом это делал, сейчас психоаналитические школы разных направлений делают это по-другому. Я не знаю, вы проходили когда-нибудь курс психоанализа сами? Ну, если нет, тогда наш разговор не референтен, но просто имейте в виду, что есть большие группы людей, которые работают с такими узелками сформированными в ходе жизненного цикла человека. Как отличить первую а вторую? Ну, как отличить первую? Вторая она вот такая коротенькая, а первая длинненькая. Вот, теперь вторая, обратите внимание, в теоретическом плане, почти вся описана вот этими пятью ребятами, обратите внимание, что трое из них русские, а еще обратите внимание на один любопытный момент, они все родились в одном году. Все знают, о ком идет речь, Роман Осипович Якобсон, Николай Александрович Бернштейн, Лев Семенович Выгоцкий, Селестен Френе и Жан Пиаже. Это те пять человек, которые в 20-е годы заложили основу всей этой парадигмы. И мы с вами все говорим на его языке, на их языке. Если вы получали хоть какое-то педагогическое образование, вы слышали эти фамилии и почти наверняка кое-чего читали, вынуждены были экзамены сдавать, еще что-то, или даже разбирались с чем-то. А вот эти ребята это узкая группа. Вот это три моих учителя. Георгий Петрович Щедровицкий, Василий Давыдов и Владимир Петрович Зинченко. К сожалению, все трое уже покойные. Они создавали определенную педагогику, которая попробовала ответить на ваши вопросы. То есть, она попробовала другие методики построить и так далее. Попробовала. Кое-чего получилось, кое-чего не получилось. У меня в связи с этим вопросом, а почему вы относите, когда вы меняете то, чему должен научиться ребенок, вы говорите, он должен научиться тому, чем его не знанием, а мышлением? Нет, я так не говорю. Вы говорите. Я дальше у меня про этот специальный раздел. Именно так вы говорите. Нет, я сказал, Ильенков говорил, что школа должна учить мыслить. То есть, я правильно понимаю, что вы не утверждаете? Не утверждаю. Обучение мыслить? Не утверждаю. Это другая... Не утверждаю. Я буду вместе с вами сомневаться. Нет, смотрите. Нет, когда мне было 30 лет, я считал, что цель учебного процесса учить мыслить. Более того, я еще был настолько наивен, что я считал, что цель учебного процесса учить мыслить методологически. То есть, так, как мой папа завещал. Мне 61, у меня 7 внуков, старший 18. Я говорю, ни в коем случае. Ни в коем случае не надо учить мыслить, особенно не надо учить мыслить методологически. тогда я вопрос придержу. Вот и хорошо. Коллеги! все равно. Нет, не могу, все равно. Извините, разобраться нужно. Но как бы здесь понятно, вы пытались разделить две парадигмы образования так или иначе. Да, значит, до вот этих ребят, всем известных, и после. И нащупать, а что, собственно, они построили. А правильно ли я понимаю, что тот факт, как к этому относится необходимость или отсутствие необходимости обучения, и методы этой работы, они соотносятся с этим парадигмом сложным образом, и вы об этом расскажете хоть в дальнейшем. Ну нет, подождите, еще раз, давайте рамку восстановим. Мы с вами обсуждаем содержание будущего курса. Вы мне можете сказать, да нет, но все это не интересно про новую парадигму. Расскажите нам старую. У нас ФГОсы. Я и спрошу вас, какая разница? Да, нам надо воспитывать патриотов. Да какая разница, что у вас... Сейчас, еще раз. Вы определяете содержание, а не я. Нет, но если педагогика, какая у него определяется... Вы определяете содержание, а не я. Я готов двигаться. Другое дело, вы мне скажете, а мы хотим, чтобы вы рассказали про то-то. Я скажу, я не специалист. Вам надо к другому обратиться. Ну вот, меня там просят про цифру рассказать. Я говорю, коллеги, я могу рассказать, могу рассказать про цифру. Но, а, это будет метаплан, несмотря на то, что у меня есть два больших проекта, которые я делаю последние 15 лет, которые целиком связаны с цифровизацией, я не специалист в этом вопросе. Я могу позвать ребят, которые лучше в этом разбираются, они вам проще расскажут, на пальцах, и у них опыт есть. А вот, если мы с вами договоримся, что вот какие-то из этих вопросов вас интересуют, то я скажу, вот про это я могу рассказать. Вот я кое-чего в этом понимаю. Я учился, обратите внимание, эти же ребята на предыдущем, это же мои дедушки, как в прямом, так и в переносном смысле. То есть, по возрасту это ровно поколение моего деда. Это люди, родившиеся в самом конце 19 века, на рубеже 20. И, обратите внимание, я учился у учеников этих людей. То есть, я прямое продолжение русской психофизиологической школы, пятое поколение отсеченного. Я. Вот вы гордитесь своей казанской школой органической химии, у вас наверняка есть метры, которые ее завершили. А я прямое поколение. Поэтому я кое-что в этом понимаю. Думаю, что я в этом понимаю существенно больше, чем среднестатистический человек, который читал эти работы. это неинтересно. Но вы можете сказать, нет, это неинтересно, это не то. Нам не интересует педагогическая герминевтика, педагогическая эпистемология. Нас это не интересует. Нас не интересует, что такое методы сотрудничества и проектного обучения или всякого рода играфикации, которые позволяют ребенку в ходе учебного процесса менять позиции и за счет этого наращивать содержание. Ну, вы можете сказать, это не влезает в современный формат учебных процессов. Я знаю, не влезает. Ну, не влезает. Потому что так устроен учебный процесс, он в старой парадигме спроектирован. Это классно-урочная система. Она сделана для того, чтобы учитель вменял ученику определенное содержание в определенном порядке. И обратите внимание, и внутри классно-урочной системы невозможно встроить другую антологию. Потому что у нас школа, тюрьма и больница имеют одинаковый проект архитектурный. Может, философы читают Фуко, а я читаю Форда, который это все придумал. Потому что вы, наверное, знаете, что Форд после того, как он запустил конвейер, он придумал сначала медицинский конвейер, потом педагогический конвейер, а тюремный конвейер придумали без него. Мы с вами должны определить фокус рассмотрения. Двинулись дальше? Или хватит на сегодня? То есть вы отвечаете, что второй подход это сочетание неких инноваций, вот пример, нет, я говорю следующий. Второй подход находится в стадии формирования. И это то, что проявлено, наверное. И это то, что пока кое-чего мы разобрались. Именно это я и сказал. Двинемся? Хорошо. Если мы допустили, что есть два процесса, обучение и учение, если мы предположили, что второй участник этого процесса, не учитель, а учащийся, осуществляет свою собственную деятельность, то как она, эта деятельность, может быть описана. И в каких категориях мы можем описывать систему отношений, возникающую между учителем и учеником или между обучением и учением, есть такие категории? Первая реальность, это реальность коммуникации. Я говорю, вы слушаете. Или я говорю, и вы говорите. Некоторым, кстати, не нравится, что вы как много говорите. Мне нравится, а некоторые говорят, не-не-не, пошли дальше. Хватит тормозить нас. Мы хотим послушать. То есть, коммуникация однонаправлена. А Сократ считал, что все только из диалога. Никакого другого способа проявления и формирования самости человека, кроме как маевтического нет. Но если мы посмотрим, а коллеги, а когда в истории философии вообще появилось первое модельное представление о коммуникации? Так, вы молчите. Кто-нибудь из вас задавал этот вопрос? Итак, мы с вами постоянно, в том числе внутри педагогической практики, находимся в коммуникации друг с другом. Она может быть однонаправленная, двунаправленная, многофокусная. В лингвистике. А когда? Ну, просто когда? По времени. Так вот, я вас, может быть, удивлю. Первая теоретическая модель процесса коммуникации, если не брать Аристотеля, который не рисовал ничего, появляется у Бюллера в 34-м году, в его книжке. Я не буду вам рассказывать, как она устроена, она очень смешная. Там есть три элемента. Говорящие, слушающие, и то, о чем они говорят. Шел дождь, и два студента. То есть, предметы, о чем мы говорим, все существует вместе с нами, как бы в одном поле. И вот до середины 20-го века, то есть, вот буквально вчера, несколько авторов обсуждали, а как же устроен процесс коммуникации. То есть, как его моделировать, как его описывать, какие в нем составляющие, как он протекает. ну вот представьте себе, значит, этот процесс является основным фоновым процессом в педагогической практике. А мы про него ничего не знаем. мы захотели получить электроэнергию на атомном реакторе, но как устроен атомный реактор, мы не знаем. Как вы думаете, у нас какой-то инженерный подход возможен? если у нас нет картинки того процесса, который постоянно протекает в учебных ситуациях и структурирует эти учебные ситуации. Вы вот что-то рассказываете этим вашим студентам, я вот вам что-то сейчас рассказываю, смотрите, то есть, я эмоционирую, там, подпрыгиваю, где-то утрирую, чтобы вызвать хоть какую-то вашу реакцию, понимаете? Но в рефлексии я не знаю, что там происходит в этой коммуникации, как она устроена, какая у нее логика, какие процессы, какие естественные механизмы, модели. Вот вы говорите лингвистика. Удивительно, вот вдумайтесь в это, целый ряд социально-гуманитарных дисциплин столетиями имел дело с коммуникацией, но никто не задавал вопрос, как она устроена. Типа текстами мы обмениваемся. И вот Жан Пиаже в 21-м году говорит, слушайте, а давайте вот разберемся с одним простым вопросом. А дети понимают то, что мы им говорим? Ну, разумный же вопрос, да? Понимают ли дети хоть что-то из того, что мы им говорим? Мы родители, мы педагоги и так далее. В списке книг, рекомендованных к прочтению, я написал, по-моему, первым пунктом. Речь и мышление ребенка. Это книга Пиаже, вышедшая в 22-м году переведенная на русский язык с предисловием Выгодского в 34-м, если мне память не изменяет, или в 31-м, ну, в каком, посмотри-ка, в каком, я забыл. А, значит, в котором Пиаже, а вы знаете эту фамилию, я надеюсь, это великий, величайший мировой педагог 20-го века. Большинство современных педагогических теоретиков это его, значит, дети, внуки, наверное, уже правнуки и так далее. Значит, и он провел такое элементарное исследование. Значит, рассказываю, чтобы вы представили себе ситуацию. Значит, детям разных возрастов, но начнем с 7-10 лет, дают два текста. Первый текст это текст, ну, скажем так, художественный, метафорический, сказочка. А второй это текст, который описывает устройство некого технического устройства, ну, например, крана. Содержит в себе чертеж этого устройства и пошаговое объяснение того, как это работает. Ну, там, повернули, водичка потекла, рисуночек, там, объяснение. 9 пунктов. Спринцовка и кран. А художественный не содержит никаких рисуночков. Ну, и так далее. После этого взрослый долго объясняет ребенку, ну, как бы, суть ситуации, либо суть предмета, добиваясь от него повторения как всей последовательности пунктов, так и каждого пункта в отдельности. Вот, спринцовка, 9 пунктов, и он должен повторить их, не перепутав каждый, в определенной последовательности. Пиаже говорит, если он повторил и не перепутал, будем считать, что он понял. после этого ребеночку говорят, а теперь перескажи это Васе. И он пересказывает. Потом Васю спрашивают, что ты понял? Он вводит 4 коэффициента. Первый, что ребенок один понял из рассказа взрослого? коэффициент 2. Что он смог пересказать второму ребеночку? Коэффициент 3. Что второй ребеночек понял из пересказа первого? Коэффициент 4. Что второй ребеночек понял из того, что рассказывал взрослый? Понятно? Общий вывод. Дети ничего не понимают. Дети 7-10 лет ничего не понимают. Более того, выяснилось несколько удивительных вещей. Первое. Дети вообще вербальные тексты не понимают в отличие от текстов, сопровождающихся рисунками. Те они хоть как-то понимают. Второе. Не способны пересказать другому ребенку, даже в случае, если отвечая взрослому, они все пункты назвали и правильной последовательностью. Третье. практически не понимают вторые содержание этого текста. Ну, то есть, как бы нарисовать, например, они не могут восстановить по описанию устройства предмета. Четвертое. не могут занять чужую точку зрения и как бы поверить в то, что он может чего-то не понимать. Они исходят из того, что, ну, понятно. Значит, не умеют использовать в ходе пересказа логических схем, например, описывающих что-либо в связях причины или порядка, и при этом постоянно употребляют в своих текстах. ты понял? Ну, уж понятно, да? И исходит из того, что их поняли. Значит, дальше Пиашей пишет следующее. Это 22-й год, Швейцария. Он говорит, взрослые, в отличие от детей, эмпирически сталкиваются с тем, что их не понимают, и каждый из нас владеет неким репертуаром действий, которые возникли, исходя из опыта непонимания, ну, или невозможности донести что-то и непонимания других. А дети нет. Дети уверены, что все понимают одинаково, и у них нет исходной, ну, я бы сказал, онтологической гипотезы, что кто-то может нас не понять или понять по-другому. И из этого Пиаже делает еще один любопытный вывод. Это к вашему вопросу нас приближает. Он говорит, поэтому не надо детям до 12 лет передавать никаких идеальных содержаний. Они их не способны понять. И начинает разворачиваться полемика между школой Пиаже и школой Выгодского, потому что Выгодский исходно в предисловии 34-го, ну, к изданию 34-го года говорит другое. Он говорит, нет, дети могут усваивать схемы категории представления чистого мышления или, как тогда они говорили, научные понятия, в отличие от обыденных или эмпирических. Полемика очень интересная. Выгодский помер от туберкулеза, собственно, значит, Пиаже его не читал, его возражения. Лурия Александр Романович привез английский перевод книжки Выгодского мышления и речи, написанной как бы в полемике с Пиаже. Ему в 60-м году Пиаже прочел возражения Выгодского ему и в 62-м году на них ответил. Я подробно рассказывал это в своем докладе на конференции дидактики, мы потом можем с вами это обсудить, вот эту всю полемику. Она чрезвычайно интересна. И она вся построена на одном вопросе. Когда человеку может быть доступна категориальная и понятийная схема устройства сущего, то есть мыслительное представление, а не эмпирически опытное о мире, и как между собой сочетаются обыденная и научная картины мира. Пиаже говорил удивительную вещь. Он говорил научная вытесняет обыденную. Научная картина мира, которую мы передаем в процессе обучения, противоречит обыденной картины мира, которая формируется у ребенка в эмпирическом опыте жизни противоречит. Понимаете, солнце, оно вращается вокруг земли. Это же всем понятно. А в науке утверждают, что это земля вращается вокруг солнца. Это противоречит обыденной картине мира. Мы вытесняем обыденную картину мира научной. Он говорил, что это успешная деятельность. Ну, то есть вытеснили. Современные исследования показывают, что ничего мы никуда не вытесняем. И каждый из нас является носителем мозаичной картины мира. Мозаичной. В котором научные понятия сосуществуют с обыденными в причудливом конгломерате. из содержания учебных программ сосуществуют всякими мифами, идиотическими суждениями соседей, прочитанным из газет и журналов известной направленности, не противоречит друг другу. Поскольку человеческое сознание не фиксирует противоречия. значит я вам могу сказать это к вопросу о повышении дальнейшем Хирса, что львиная доля когнитивных исследований сейчас описывает вот эти синкреты. И оказывается, что эти синкреты характеризуют не только детей, но и взрослых. И не только обычных взрослых, но и учителей. И не только про вообще, но и про их предметность. Цифры там не буду вам приводить. Сразу хочу сказать, они удручающие. То есть эмпирическое исследование процесса понимания простых текстов людьми приводит к тому, что средний процесс понимающих этот простой текст не превышает 12% выборки. социологи придумали всему этому объяснению. Они сказали, до начала 20 века среди любой совокупности людей в развитых странах число образованных, то есть имеющих картину мира, в кавычках правильную, научную, философскую, равнялась от 8 до 12 человек на 10 тысяч. Ну вот если возьмете Россию перед Первой мировой войной, то это было 8 человек на 10 тысяч населения. Если вы возьмете Германию, то 12 за 20 век произошла массивизация учебного процесса, резкая массивизация, то есть всех вовлекли в этот процесс, но они просто не способны освоить это содержание. Ну и мы не очень умеем. И вот этот разрыв, ну когда вдруг за 100 лет образование в кавычках стало массовым, привело к тому, что на самом деле образование как было, так и остается элитарным, а все остальные живут с этими кентавр-системами. Сколько сейчас время? Ну у нас еще немножко времени есть. Итак, пунктиром. Еще через 15 или 20 лет после пиаже Остин показал, что любая коммуникация, любой речевой акт является действием, и нам нужно четко понимать, что когда мы просто произносим некоторые тексты в коммуникации, это не просто обмен вербальными сигналами, а это собственно сложное действие. Еще через чуть-чуть Апель сказал, что конечно там очень сложно с ролью языка, то есть язык и мышление нельзя рассматривать как тождественные друг другу, но нельзя рассматривать и как абсолютно не тождественные. Поэтому тезис о том, что мы мыслим в языке, скорее всего являются ложным. и потом вот эти четыре парня, это уже мои родители, они почти одновременно вскрыли и проблематизировали всю эту историю. Хомский, если говорить предельно грубо, обсуждает вопрос естественных предпосылок мыследеятельности, то есть естественных предпосылок языкового или речевого поведения, коммуникации, понимания, ну и так далее. Фуко начал вскрывать социальный контекст, то есть дискурсивные практики, потому что мы с вами не Робинзон и Крузо, мы живем в определенной социальной ситуации, как вы понимаете, очень часто мы говорим не то, что думаем, а то, что мы должны говорить по позиции, которую мы занимаем в социальном пространстве, и это нельзя никак игнорировать. Собственно, Хабермас начал, ну или продолжил идею коммуникативного действия, Остиновскую, развил ее, вот, а Георгий Петрович обсуждал роль мышления в мыследеятельности, как довольно специфического образования. И когда я говорю о философских основаниях современных педагогических практик, нам, ну, по моему замыслу, придется разобрать, чего они такое сказали в последние 30 лет, что меняет отношение к педагогике, к педагогической практике, меняет ее внутреннюю архитектуру. Как я уже сказал, я использую представление о мысле деятельности, это школа Щедровицкого, для меня они главные, я, конечно, буду в большей степени про них говорить, и эти представления различают семь разных процессов интеллектуальных, семь, а именно они разделяют процесс мысли действия в старой традиции это называлось практическим интеллектом, вот Келлер, например, исследовал его для обезьян, вообще сейчас в зоопсихологии много этим занимается, процесс рефлексии, можно пользоваться декартовским термином когита, рефлексии или осознание, процесс собственно коммуникации или выражения какого-то содержания в соответствующих естественных или искусственных языках, понимание как отдельно, значит, мысли действия, рефлексия, коммуникация или там значит выражение в языке, а понимание, схематизация как отдельный процесс, движение дискурсивное по преобразованию знаковых систем, которое мы называем конструктивным мышлением, ну вот как работает математика или как работает проектировщик, чертеж, который делает и потом его преобразует и наконец так называемое рамочное мышление, то есть семь разных интеллектуальных процессов и безусловно отношения между ними очень сложны. Мы кое с чем экспериментируем, ну например один из учеников Георгия Петровича, Никита Глебович Алексеев, много экспериментировал с рефлексией в учебных процессах и показал на большом материале, что все содержание учебных программ, ну скажем там трехлетних может быть пройдено за три занятия. Если правильно организовать учебный процесс с использованием механизмов рефлексии, то вот это все длинные эти прогоны, которые мы обычно используем, они просто не нужны. За одно занятие ребенок усваивает сложное содержание. Сейчас этим пользуются многие репетиторы этими методиками, когда после нескольких лет школы к ним приводят ребенка, которому надо поступить в вуз, а он ничего не усвоил. И они ему ставят очень простые механизмы. Поэтому когда мы сегодня утром разговаривали, я говорю, ну и не обязательно же вам ваших учащихся в школу отправлять. Они же могут работать на открытом пространстве, где другие правила, нет таких жестких моментов, и ребенок будет этому учиться. Так. А нельзя там что-то он завис. А, вот, все. Все, нормально, спасибо. Есть ли вопросы по второму разделу? Вижу, что вы устали. Не, я вижу, что устали. Я же чувствую все. 7 минут прошло, значит, давайте, итак, основной смысл второго раздела. Он заключается в том, вот как только мы переместились в эту новую рамку, сказали два участника обязательно, между ними сложное отношение и как минимум два разных процесса. Один обучает, второй учится. Они одинаково субъектны. Мы спрашиваем, а что между ними происходит? Что между ними? У нас есть какое-то представление о процессе, который там нет? Ну, нет. Вот про ядерную реакцию мы кое-чего понимаем, а про это ничего не понимаем. Работаем, практикуем, а теоретических моделей, схем, исследований у нас просто нет. И вот ряд ребят попробовал положить гипотезы об устройстве этих процессов. Одна из них это собственно школа, которой я принадлежу. Они попробовали положить такие представления, выразили их в этих схемах, разделили разные процессы, выделили причинно-следственные связи между этими процессами, и даже на основе некоторых гипотез построили ряд педагогических упражнений. Часть из них довольно эффективна, но это не значит, что мы теперь понимаем, как это делать. Знаем. Это только намек на устройство. Вопросы? Не будет вопросов, не будет ответов. Может быть, кто-то из вас считает, что мы можем осуществлять практику без теоретического основания. Ну, вы можете сказать, ну, вот мы же все с вами живем, но у нас же теории жизни-то нету. Или, ну, как-то же мы там выживаем, хотя мы не очень до сих пор хорошо знаем, как человек устроен, какие там процессы происходят. Может, и тут так? Я говорю, да, в обществе элитарном это один из критериев формирования элиты. Кто почему-то в этих условиях учится более эффективно, он просто поднимается вверх по социальной лестнице. Китайцы это тупо организовывали. То есть, не учишься, ну, чиновником не будешь. Будешь чиновником, получишь мандат на, значит, какой-то там кусок риса и так далее. В некоторых обществах это естественный процесс. У меня была такая смешная история, я в 90-м году первый раз приехал в Англию. и ко мне приставили члену палатов лордов, который меня сопровождал. Судя по всему, у него то ли гувернантка была русская, то ли еще что-то, он говорил на ломаном русском языке. И вот мы с ним гуляли, и он меня учил ему разума. А один раз у нас была такая смешная ситуация, он мне что-то там рассказывал, рассказывал, я говорю, правильно ли я понял, что у вас количество мест в системе управления политической системе точно соответствует количеству выпускников высших учебных элитарных заведений? Он говорит, да, мы уже со второго курса знаем, какую позицию он займет в системе управления. И тут я решил, значит, я же такой советский парень приехал, я ему говорю, а как же девочки, наркотики, пьянка, на машине, разбился, тут он посмотрел на меня, глаза у него стали совершенно ледяными, и он мне сказал, значит, это место будет пустовать. И все. И обратите внимание, до начала 19 века англичане вообще-то никого так особо не готовили. Да, Кембридж, да, все здорово, извините, Оксфорд, Кембридж, это в основном теологические школы были. Люди росли, кто дорастал. Сейчас один крупнейший миллиардер, он говорит так, значит, зачем мы финансируем подготовку и образование? Давайте делать так, если вы хотите деньги потратить, надо им дать деньги на бизнес. Тот, кто бизнес успешно осуществил, если ему что-то не хватает, он сам купит образование. А если он не осуществил бизнес, оно ему зачем? Образование. Почему? Давайте задумаемся, а зачем ему образование, если он им не пользуется? Смотрите, очень хороший вопрос. Вот WorldSkills это эксперимент в этой области. Я утверждаю следующую вещь. Любой рабочей профессии в нашем смысле слова, в нашем, мы учим ну максимум за 6 месяцев. 4 нормально, за 2 при большом финансировании. Кстати, если вы посещали FutureSkills павильон во время казанских действий, то вы там видели, что то, что мы называем рабочими профессиями, с лихвой перекрывает то, что обычно считается инженерными компетенциями. Про медицину отдельная тяжелая история. Будем разговаривать, если хотите, подробно, что происходит в этой сфере в связи с кардинальной сменой платформы технологической в этой сфере с появлением роботизированной медицины, индивидуальной диагностики, индивидуальных лекарств и так далее, и так далее, и тому подобное. революция происходит в этой сфере. Если наши системы подготовки образования не учитывают этой революции, я вас уверяю, что эффективность низкая. Но это отдельный разговор. Хотите, проведем его, я включу такую интервенцию, я вам расскажу, что произойдет в медицине в ближайшие 20 лет, по нашим оценкам, и что будет требовать медицинская подготовка и медицинское высшее образование. Вопрос предельно правильный, потому что это на границе. Это и не рабочие профессии, но это и подготовка. Это не картина мира. Там надо уметь делать. Кстати, индусы, знаете, с чем сейчас экспериментируют? Я только что рассказывал, и вам тоже расскажу. Значит, индусы массово финансируют отъезд своих ребят по всему миру учиться на медиков. У нас во всех медицинских институтах практически появились эти диаспоры. Я разговаривал с правильными людьми, они говорят, да, мы хотим захватить в мире эту отрасль. Наши люди будут работать везде. если вы возьмете перечень СИО крупнейших транснациональных компаний, 25% СИО мировых компаний, не только в медицине, индусы. То есть, это ставка национальная. Они говорят, самых лучших мы вернем к нам в Индию. перестройка большой отрасли и образование только внутри нее, не само по себе. А кто пытается осуществить догоняющую индустриализацию за счет подготовки и образования? То есть, деятельности нет, но давайте всех подготовим и она появится. Кто? Я вам скажу. Те, кто догоняет. Первые французы. Французы в 17 веке, в период Кальбера, смотрят на Англию, что она обогнала, и говорят, а мы-то почему не можем? Оборачиваются, говорят, людей нет. Давайте их целенаправленно готовят, создает школу фортификационных инженеров, школу инженеров мостов и дорог, значит, то, сё, пятое, особенно, я люблю пример, создают школу подготовки капитанов кораблей на суше. Почему? Кораблей нет. Их учат стрелять на суше, а потом говорят, а теперь мы вам даем таблицу поправок, их учат ориентироваться по звёздному небу в одной точке, англичане это по всему миру плавают, и астрономию они учат в ходе своих путешествий, а эти изучают карту звёздного неба, а потом, когда, наконец, 25% из них оказалось, что не страдают морской болезнью, этого они не учли, и могут плавать, они уже сопоставляют. эффективный путь, я не знаю. Если вам надо догнать, эффективно, если вам надо перегнать, не очевидно. Если вам надо перегнать, вам нечему учиться. Никто не знает, то, что вам понадобится, вы выходите в пространство, не размеченное никем, вам нужна та самая креативность, только мы не знаем, что это такое. Воспроизводство уникальности, говорит Осмолов. Воспроизводство уникальности. А как? Ну, сам, это же круглый, круглый квадрат. Кто вам сказал, что если мы расскажем человеку все, что знали наши предки, тем более, что они все ошибались, то он значит, научится что-то новое делать. неочевидно. Смотрите, я не говорю ни да, ни нет, я не знаю, я говорю, что мы не обладаем необходимой теоретической базой для ответа на эти вопросы. А наши обыденные практики опираются на наши заблуждения. И, ну, принято. Кстати, очень интересная реформа содержания образования. Значит, смотрите, они имеют три источника. Все реформы за последние сто лет в мире источник первый, какая-нибудь лоббистская группа продавила, что их содержание обязательно должно дойти до университетского или школьного. Кто это, мы не знаем. Астрономы, физики, психологи, ну, кто угодно. Они как бы оказались влиятельными и сказали, не, без этого вообще ничего невозможно. Вторая версия, да, 10% реформы. Вторая версия, психологи. они говорят, сензитивный возраст, поэтому последовательность усвоения должна учитывать сензитивный возраст. Вот в этом возрасте можно вот это, а в этом вот это, а если вы перепутаете, то хуже будет усваиваться. есть якобы какая-то естественная психологическая закономерность, если мы ее учли, на нее оперлись, то наши результаты будут, я вам хочу сказать, нету. Ну, нету этих детишек никаких естественных закономерностей. Вот у меня сейчас в семье растет шесть детей в одинаковых условиях, у них все, они все ничем друг на друга не похожи. Более того, никакого возраста у них нет. Самый умный последний. Я, кстати, знаю почему. Не, я могу вам сказать почему. У меня очень простое объяснение. Нет, все занято, все места, надо думать. Куда ни плюнь, везде братья и сестры, поэтому он должен быть хитрым, он должен между ними. Нет, нет, там почти не доходит. перехватываю. Но, смотрите, еще 10%, а как вы думаете, что все остальные 80%? Ответ, так принято. Ну, так делали до нас, и мы так будем делать. Почему этот курс, почему такая последовательность, почему столько часов на этом, ну как, ну так же делали, так меня учили, так вот, так в учебник. Ну, в крайнем случае вытащим учебник начала 20 века. Киселевский. Выяснится, что он лучше последовательность проработал. Поэтому мой тезис простой. Мы не знаем об этой сфере процессов достаточно, чтобы те или иные инженерные решения можно было делать не абы как методом тыка, а потом эффект выжившего. Все же знают, да, что такое эффект выжившего. Не знаете, я вам расскажу. Значит, возвращались самолеты из боев и задался вопрос, какие части этих самолетов надо укреплять. И была точка зрения, что надо укреплять те части, в которые попали пули. И один человек только сказал, нет, укреплять надо те части, в которые не попали пули увернувшихся самолетов, потому что все остальные не вернулись. Когда мы делаем вывод на основе удачных опытов выживших, мы всегда ошибаемся. мы преувеличиваем значение одних видов деятельности, не имея возможности сравнить. поэтому если у кого-то что-то успешно получается, это еще ничего не значит, что у другого, который начнет это повторять, успешно получится. И в этом проблема всех педагогов новаторов. У них получается, а другой делает как бы то же самое, ничего у него не получается. Петя, это у тебя все? Ты все никак отключить не можешь? вот это, вот цифровая грамотность. Ну что, друзья мои, мне кажется, вы устали. Я вам только скажу, о чем я собирался сказать дальше. А именно, я хотел с вами пообсуждать третий вопрос, что считать хорошим эффектом или результатом учебного процесса. Вот при каком случае мы при всех равных говорим, ну да, вроде успешно все прошло. И моя точка зрения, что таким продуктом является способность человека к продуктивному действию. Если он способен к продуктивному действию разного уровня, то мы будем уверены, что нам удалось чего-то добиться. сложное понятие, но боюсь, что сейчас времени его как-то подробно разминать нету. вопросы? А я, знаете, могу вот так просто сделать. Ну вот этот вот оставим. знаете, если ребеночек осуществляет координацию целей, средств и представления о мире в своем горизонте, инициативно, преднамеренно, предусмотрительно и самостоятельно, то можно считать, что все хорошо. Он и дальше в жизни будет потихонечку расти. А социализация как-то инициативно и инициативно и самостоятельно, конечно. Преднамеренно и предусмотрительно. но эта тема просто я специально ее не начинаю, потому что она требует очень сложного логического блока, который связан с понятием целей. Понимаете, потому что с целями не все так гладко, как нам кажется. любая, значит, я вам могу сказать так, еще не начав ходить, то есть, грубо говоря, до года, года двух, они уже видят систему разделения труда, восемь месяцев уже видят. В три года он уже может, вот Выгодский как про это писал, он говорил, смотрите, ребенок подходит и говорит, помоги мне, ну, а что это значит? Это значит, что первое, он посчитал, что надо сделать, оценил свои силы, понял, что это он может сделать, а это он не может сделать, обратился к тебе целевым образом и попросил в чем-то помочь. Представляете, какая сложная конструкция? К 20 годам они перестают это делать в нашей системе обучения. Они теряют эту естественную способность к видению поля, к самоопределению, ну, по крайней мере, к самооценке и к возможности спокойно вовлечь другого. В 25 они вообще друг с другом перестают разговаривать. Я, когда возглавил Центральный научно-составовский институт экономики управления информацией атомной отрасли, я директор, никто еще не знает, как выглядит директор, знает, что новый директор, но никто не знает, как он выглядит. И я, значит, не в том лифте, который прошлый директор ездил, а вместе со всеми прихожу и езжу. И вот заходят люди в лифт, а там человек 10-15 нездоровывают. Я думаю, странно. Вызываю своего зама и говорю, так, проводим совещание, всех собираем в зале, в одном, и каждое подразделение докладывает, что оно делает и какие проекты. Он говорит, нельзя, нам нельзя, первый отдел запрещает. Я говорю, я сказал, надо. И вот они первый раз за время создания института друг друга увидели. Что ты смеешься? Ребят, это страшная штука. Они друг с другом не коммуницируют, тем более не сотрудничают. Уберите другого. Пусть он, как бы, я сам все сделаю. А на ваш вопрос я отвечаю, ребенок в три года способен к участию в проектной деятельности. Деятельность может быть разной, а на разном уровне. Более того, он будет, ну вот, опять, так сказать, мой любимый пример. Вот он стоит, там ему еще даже трех нет там и застегивает курточку. Надо уходить в школу. А он застегивает курточку. А курточка не застегивается. Ну, ручки еще не работают. Вы вот что сделали? А, все уже, вот вы уже опаздываете. Что вы сделали? Ну, вы говорите, пошли. Ну, все, до свидания. самостоятельность минус. Почему? Потому что ваш способ мышления о том, да, он ваш, это, ну, как бы, вы же опаздываете, действительно, вам потом на работу или еще что-то. А вот дождаться ситуации, когда, вот вы уже видите, все, он уже сам не рад, что он застегивает. но он не может отказаться, потому что потерять лицо. Вот в этот момент тонкий, он там, это все секунды, вы ему говорите, давай так, я тебе сейчас помогу, ты посмотришь, как я это делаю, а вечером придешь и сам еще раз это сделаешь, чтобы завтра ты уже сам. И он с облегчением говорит, давай, но не забудьте потом вечером, поставить его ситуацию, при которой он добьется результата и у него впервые появится уверенность в собственных силах и достижение определенного результата. Потому что если вы этого не сделаете, то у него останется вот этот узелочек, который потом начнет накручиваться вне недостижимость, ну, как бы не финализацию. и к 12 годам вы будете иметь проблему с тем, что он начинает и бросает. вечером время без ка... у меня я закончу на простой у меня значит одни 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 из моих учеников сделали значит игру сам собери 3D принтер. То есть они сделали такое лего, ну, действительно из него можно собрать этот самый 3D принтер. И привезли, значит, мне коробку такую большую привезли домой. Значит, пришел сын из школы, в этот момент ему было соответственно там 10 лет. Вот, и что это? Я говорю 3D принтер. Значит, и пошел я сижу работаю. Выхожу часа через два он так вот как был вот он пришел разделся сел. Вот, он, значит, сидит в интернете значит и слышу он слушает на английском языке значит ролик про 3D принтера. Вот, еще часа через два прохожу мимо он слушает инструкцию про 3D принтера. Время уже там 5 часов. потом еще через какое-то время смотрю он все разобрал и начал собирать. Короче, к 2 часам ночи, а я ему сказал, уже когда спать пошел, я ему говорю, только ты не буди уже, потому что все спят. Он говорит, не, все. Значит, нашли день, все, стоит, собран. Через неделю мне звонят эти ребята, которые сделали, и говорят, ну как, вам удалось собрать. я говорю, я кретин инженерный, я ничего не могу собрать. Но у меня сын собрал, так что, работает, я говорю, ну да, там была небольшая проблема с электрикой, значит, там один раз подключили, не работало, потом переставили, ну в общем, заработали. А сколько лет? Я говорю, 10. И там минутная пауза. Он говорит, этого не может быть. Я говорю, почему? Почему этого не может быть? Когда ему было 9, он коровник строил. Проектировал, рисовал, ну строили, естественно, строители, а он осуществлял авторский надзор. Потом мы с ним долго обсуждали, какие должны быть размеры у туалетной этой штуки, чтобы можно было поместиться, потому что он этого не знал, и поэтому в туалете сидеть было нельзя. Пришлось с ним вообще размерность обсудить, какой размер, ну вот, наверняка все вы знаете, какой размер у столика в ресторане? Стандартный. 75. Это выверено веками, что два человека на 75 и на 75 могут расположить еду. Если у вас четверо, значит, два столика. А он не знал, что там должны быть соответствующие расстояния, и ничего за то теперь знает. Проекты вы нарезаете по уровню сложности. Уровень сложности определяется предыдущим шагом. Успехов! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ